Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 16 июня в этом году мы отметили День медицинского работника. И сегодня продолжаем его, наверное, отмечать, потому что июнь, в зависимости от того, какое воскресенье, в общем-то, каждое воскресенье июня, да и, собственно, каждый день хочется вспоминать об этом, потому что без медицины мы никуда. Мы ее критикуем, мы ее зачастую ругаем, но иногда вспоминаем о том, что некоторые врачи кого-то, может быть, что называется, вытащили с того света. Это тоже очень важно. И у нас в гостях заведующий хирургическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства, кандидат медицинских наук, детский хирург высшей категории, детский уролог-андролог, детский онколог, главный внештатный специалист, детский хирург Минздрава Московской области. Вот столько много обязанностей у нашего гостя. Владимир Олегович Трунов. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай! Приятно вас увидеть! Да, мы уже общались здесь, в нашей студии, и вот в очередной раз в этот летний, ну, фактически такой праздничный с точки зрения Дня медицинского работника период мы встречаемся. Но сразу же такой вопрос. А медики-то вспоминают летом, что у них какой-то особый день, может, премию дают или как? Или это просто так? Да, конечно. Медики вспоминают об этом дне, да, премии бывает, что дают в различных лечебных учреждениях. И, как правило, в эти дни проводятся какие-то мероприятия общественные, там, корпоратив и так далее, да, которые консолидируют коллектив. Поэтому обязательно... То есть все-таки вспоминают, это приятно. Но, насколько я понимаю, все равно праздник у нас немножечко гулящий, то есть в зависимости от воскресенья, да, июньского, то есть нету такого дня прям конкретного... Переходящий. Переходящий. Ну, может быть, это и правильно, потому что у медицинских работников, это же 24 на 7, особенно если ты руководишь большим коллективом или, например, клиникой, или даже, ну, у тебя есть палата, где есть больные, которые 24 часа требуют какого-то за тобой внимания. Но, напомню, что у нас заведующий хирургическим отделением Центра охраны материнства и детства, мы в прошлый раз говорили об этом. Вот все-таки, напомню, этот вопрос, может быть, я задавал. Дети сложнее, чем взрослые с точки зрения медицинского, вот в данном случае обслуживания? Ну, да, мы это с вами обсуждали, тут, наверное, речь о том, что с самими детьми, может быть, даже в каких-то моментах приятнее работать, но есть их родители, законные представители, да, с которыми могут быть определенные сложности взаимодействия, все они разные, да, поэтому мы к этому адаптируемся, привыкаем. Ну, и второй раз, наверное, повторю этот вопрос, все-таки мы уже давненько встречались, врач, который работает со взрослыми, ну, это как бы понятно, ну, со взрослыми вроде можно, да, нервы, да, могут быть проблемы, но как-то вроде можно договориться, а врач, который работает с детьми, немножко, конечно, должна быть другая психология, другая какая-то мера ответственности, или это неважно? Ну, я думаю, что, конечно, отличаются, хотя мне сложно тут говорить, я никогда взрослых пациентов не лечил всю жизнь, я закончил педиатрический факультет, и тут в моей практике всегда были дети, вот, мне это нравилось, в общем, исходно я хотел работать именно с детьми, поэтому не рассматривал вариант себя как взрослого врача, но, наверное, конечно, общение достаточно сильно отличается. А это был ваш выбор, это какое-то, может быть, в детстве что-то произошло? Ну, да, это в юности было желание заняться детской хирургией. Понятно, просто иногда, может быть, там что-то случилось, может, какой-то врач вас где-нибудь обидел или неправильно вылечил, и сказали себе, я вот вырасту и буду лечить детей правильно, или нет? Ну, нет, к счастью, такого не было, даже и не оперировали меня в детстве никогда, поэтому... Понятно. Но мы говорить будем сегодня всё-таки о серьёзном, во второй части немножко о хобби поговорим, потому что всё-таки у нас, ну, такой полупрочный, праздничный эфир сегодня, но в первой части всё-таки немножко поговорим о серьёзном. Мы даже эти темы, что называется, наметили перед тем, как встретиться здесь в студии, потому что речь идёт о детском хирурге, а это не всегда связано, ну, просто вот что-то там, что называется, внезапно происходит исключительно из организма. Иногда это связано с родителями, которые не совсем могут досмотреть или чего-то не увидеть, это вот травмы и так далее. Вот первая тема, которую мы обсудим, это инородные предметы, которые попадают. Часто мы об этом слышим, и, в общем-то, логика здесь есть, ребёнок же он не понимает, наглотает. Это действительно сейчас проблема или так всегда было? Ну, так было, наверное, всегда, но мы видим последние годы, что проблема усугубилась. Вы абсолютно правы в том, что, к сожалению, наиболее частая причина – это недосмотр родителей, когда дети имеют возможность держать в руках какие-то мелкие предметы, когда родители не отдают себе отчёт о той опасности, которую тот или иной предмет может представлять для ребёнка. И, как ни странно, вот исходя из практического опыта, те объекты, которые, на первый взгляд, скажутся наиболее опасными, они как раз опасность представляют наименьшую. Ну, например, самый простой из примеров – это проглатывание швейных игол. Дети проглатывают швейную иголку. Аж больно стало. Да. Но швейная игла всегда в желудке переворачивается тупым концом вперёд, он тяжелее. И выходит естественным путём, никуда абсолютно не внедряясь, не протыкая стенку кишки ребёнка. Вот такой, казалось бы, опасный предмет, да, но по факту представляет опасность для ребёнка минимальную. То же самое касается стёкол, когда дети откусывают бокалы, лампочки. Те пациенты, которые были у нас, не нуждались в какой-то хирургической помощи. Даже порезов не было. Да, даже порезов не было. Это всё выходит естественным путём на фоне той терапии, которую мы назначаем. Но, например, большую опасность представляют батарейки. Небольшие круглые батарейки, такие вот в форме таблетки. Если ребёнок проглатывает эту батарейку, и она застревает где-то в физиологических изгибах, сужениях пищевода, извините, то в этих ситуациях длительный контакт батарейки со слизистой приводит к коррозии корпуса, истечению электролита. И возникает химический ожог стенки пищевода даже с риском развития перфорации, что, в общем, может быть весьма опасно для состояния ребёнка. Поэтому для родителей такой наиболее важный, наверное, совет. Если вы видите, что ваш ребёнок проглотил батарейку, то нужно максимально быстро доставить его в больницу, чтобы её специалисты-эндоскописты могли извлечь в ближайшее время. Чем раньше извлечена батарейка, тем меньше последствий мы можем видеть у нашего пациента. Но извлечь сможем батарейку? В подавляющем большинстве можем. У нас в отделении за год проходит, наверное, более 500 больных с инородными предметами, телами различного происхождения, в том числе и батарейками. Но вот за прошедший год у нас было только два случая, когда эндоскопически не смогли извлечь батарейку, и нам пришлось её извлекать из шейного доступа, вскрыв пищевод, потому что уже был дефект стенки, и она уже находилась рядом с пищеводом, фактически, в клетчаточном пространстве. Да, уже позднее поступление. Поэтому, конечно, от родителей очень много зависит. Ну вот давайте мы сразу напомним, потому что сами были маленькими родители, да, должны понимать, что, я так понимаю, ничего не должно быть в доступе, то есть всё должно быть спрятано. Конечно. Если говорить точнее, то, например, на многих конструкторах, игрушках сейчас стоят возрастные ограничения. Это касается тех предметов, в которых есть мелкие детали. Наличие мелких деталей может быть поводом для того, чтобы ребёнок в эту игрушку до какого-то определённого времени не играл, ну, там, до пяти, до шести лет. Хотя бывают проглатывания и в более старшем возрасте, но это, скорее, исключение из правил, к счастью всё-таки. Маленькие дети, которые тянут в рот различные предметы, да, они могут проглатывать, абсолютно не задумываясь, чем это грозит. Другой вот бич современности, это такая опасность даже в большей степени, наверное, на которой надо заострить внимание, это магнитные шарики, конструкторы. Знаменитый конструктор Neocube, который создала, если мне память не изменяет, американская компания уже там больше 20-30 лет назад. Эти маленькие шарики обладают достаточно сильным магнитным полем, интенсивно взаимодействуют между собой. Когда ребёнок проглатывает их, попадая в различные отделы желудочно-кишечного тракта, они соединяются и образуются так называемые магнитные анастомозы, отверстия в кишке сквозные, которые могут быть своевременно недиагностированы, если об этом неизвестны. Эти шарики иногда бывают цветные, то есть они похожи на какие-то конфетки, витаминки, и маленький ребёнок не всегда может понять, что он проглатывает. В ряде стран есть запрет на продажу этого конструктора. Ну вот если мне память не изменяет, в Австралии и, по-моему, Бельгии или Австрии тоже они запретили. В Штатах был запрет одно время, потом компания отсудила возможность продажи. В нашей стране это в свободном доступе, и родители, не думая, покупают этот конструктор для развития мелкой моторики, даже не подозревая о том, что они подвергают своё чадо такой серьёзной опасности. А как тогда тут поступить? То есть если уже решили моторику развивать, то надо шарики считать тогда, получается? Сколько шариков было? Мы всё-таки рекомендуем, даже если такой конструктор уже есть дома, мы рекомендуем его убрать. Чтобы он был вне доступа ребёнка, да, наверное, поэтому мы должны об этом сказать в эфире. Но чтобы люди знали. Чтобы люди об этом знали, потому что они об этом не задумываются. Ну, я так понимаю, что всё-таки, возвращаясь опять к профилактике, всё же, вы как врач, детский врач, действительно надо всё убирать. То есть должно быть какое-то место, куда всё надо убрать, чтобы ничего не было на столе. Или нам трудно добиться такого? Тут, наверное, разумный подход должен быть всё-таки. И я полагаю, что если всё-таки родители намерены заниматься с ребёнком в этом направлении, то ребёнок должен находиться под постоянным присмотром своего папы или мамы, которые будут видеть, что он делает с этими шариками, и не дадут возможности ему их проглотить. Тогда риски снижаются, хотя они всё равно присутствуют. У нас были, к сожалению, пациенты даже более старшего возраста. Там был, например, у меня мальчик 12 лет, который проглотил шарики, и не мог сказать, для чего он это сделал. Он не наблюдается у психиатра, но просто вот у него так получилось, что во время чем-то он занимался, он проглотил эти шарики, к сожалению. Поэтому лучше не покупать. Лучше не покупать. Вот такой совет. Это лучшая профилактика, лучше этот конструктор оставить в магазине. Ну и ещё один вопрос, который мы в прошлый раз обсуждали с вашими коллегами, мы здесь обсуждали, причём не только с медиками, да, и с службами чрезвычайного характера. Это выпадение из окон, потому что кажется, вроде бы так всё просто, да, закрой окно или там, я на секундочку, да, вышла мама или папа, и всё. Это действительно бич тоже сегодня? Это бич, особенно с наступлением летнего сезона, когда люди ставят москитные сетки, оставляют окна открытыми. Создаётся ощущение, что москитная сетка создаёт иллюзию, да, закрытого окна. Но ребёнок, оперевшись на эту москитную сетку, те держатели, которые пластиковые присутствуют, они не выдерживают веса ребёнка, и дети на москитных сетках падают из окон. С точки зрения хирургии это называется катотравма, падение с высоты, да. У нас такие дети поступают, ну, 2-3-4 в неделю в состоянии разной степени тяжести. Это могут быть и тяжёлые дети, которые поступают сразу в отделение реанимации. Это могут быть дети, которые не всегда в реанимационных мероприятиях каких-то нуждаются интенсивной терапией. Но, тем не менее, это, конечно, серьёзная проблема. И тут однозначно недосмотр родителей является фактором главной причины. Мы не говорим сейчас про суицидальные попытки у подростков, у более старших детей. Это отдельная история, которая чаще всего это более высокий этаж, и... Другие задачи они себе ставят. Другие задачи ставят, хотя эти задачи, к счастью, тоже не всегда ими выполняются. Да. Вот. Но, тем не менее, поэтому тоже совет всем родителям, которые... у которых маленькие дети, не допускать своего ребёнка на подоконник, не открывать окна. Ну, приемлемо зимнее проветривание, да, но раскрытые окна, да, или форточка. Ну, сейчас не во всех окнах есть форточки. Вот. Поэтому даже второй, третий этаж представляет опасность для ребёнка. Вплоть до летального. Конечно. Если ребёнок выпадает вниз головой и выпадает на какую-то твёрдую поверхность, это ситуация... Лучше не будет. Не всегда его может спасти, да, к сожалению. Поэтому тут родители должны быть очень внимательны. Давайте сделаем такой вывод, что, кажется, вроде такие элементарные вещи, но, действительно, мы уже который раз об этом говорим. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях Владимир Олегович Трунов, заведующий хирургическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства. Продолжим во второй части. Напомню, что вчера отмечался День медицинского работника. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заведующий хирургическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства, кандидат медицинских наук, детский хирург высшей категории, детский уролог, андролог, детский онколог, а также главный внештатный специалист, детский хирург Минздрава Московской области Владимир Олегович Трунов. Говорим мы сегодня уже после, ну, скажем так, отшумевшего глобально Дня медицинского работника. В июне, как вы знаете, в зависимости от года этот праздник отмечается в воскресный летний день. И, кстати, а что пациенты вам? Какие-то звонки идут, подарки. Воспоминают? Конечно. Вообще, благодарность пациента для врача – это что? Ну, вы знаете как, вообще надо сказать, что есть пациенты, с которыми мы много лет поддерживаем какую-то связь. Это нельзя сказать, что мы в каких-то близких, дружеских отношениях, но, тем не менее, приятно, когда... Не чужие люди. Да, когда ребёнок, который лечился у тебя 5, 10 и даже 15 лет назад, родители вспоминают, поздравляют с какими-то праздниками, искренне желают чего-то, вспоминают о тех усилиях, которые мы вместе с ними, с их поддержкой тоже, да, приложили к выздоровлению ребёнка. Поэтому, конечно, такие случаи есть, их немало, вот, и это всегда приятно. Ну, с Днём медицинского работника поздравляют, но, мне кажется, чаще всё-таки поздравляют с такими праздниками, с Новым годом. Ну, с глобальными. С глобальными, да. А это профессиональный праздник. А это профессиональный праздник, хотя тоже многие вспоминают и поздравляют. Это, конечно, приятно. В первой части мы говорили о таких проблемных, так как, напомню, у нас детский врач, и он убеждённый детский врач, ни разу не лечил взрослых, да? Нет, я лечил взрослых, да. То есть, если что-то с ведущим станет, то, надеюсь, помощь будет оказана, да? Конечно, конечно. То-то-то, постучим по столу. Но есть ещё одна такая проблема в детском... Ну, человек так устроен, что неприятности с точки зрения здоровья к нему могут прийти в первые секунды его жизни, что называется, да? И вот тема аппендицита всплывает тоже в последнее время, потому что некоторые узнают об аппендиците где-нибудь там во второй часть половины своей жизни, а некоторые, например, я в раннем детстве столкнулся с этой историей и помню, что очень много шуму наделал у себя дома. Это тоже проблема сегодня, аппендицит? Ну, аппендицит – это проблема всех времён. Это питание неправильное? Или что это такое? Нет, скорее. Тут много факторов. Но надо сказать о том, что аппендицит – это заболевание, которое встречается чаще всего в структуре экстренной хирургической патологии у детей. И у взрослых, кстати говоря, тоже. То есть это то, с чем чаще всего имеют дело хирурги... С провокацией какая-то идёт. В экстренной ситуации, да, в какой-то... Давайте вот сразу начнём. Миф. Ну, мы же любим мифы медицинские. Нет, семечки – это само собой. Некоторые считают, что... Я даже помню, когда-то говорили, аппендицит нужно отрезать сразу при рождении, что он никому не нужен. Была какая-то такая теория. Это... Он что вообще сегодня? Вы правы. Это история, которая пропагандировалась в Соединённых Штатах. Вот. И у них был опыт в течение там какого-то временного периода, сейчас не готов точно сказать, когда они делали аппендиктомии в раннем возрасте. Вот. И потом анализировали отдалённые последствия. Но, вы знаете, тут нет однозначных данных о том, что удаление аппендикса в раннем возрасте, оно чем-то грозит. Хотя были работы, которые говорили, что... В которых было доказано, что если у младенца удалён аппендикс, то с годами риск развития колоректального рака, рака толстой кишки, он несколько повышается. Поскольку это лимфоидная ткань, миндалина толстой кишки, как её иногда называют, по аналогии с ротоглоточными миндалями. Но это какой-то рудимент всё-таки глобальный. Это рудимент, но, наверное, как в нашем организме, он всё-таки имеет какой-то смысл, да, особенно у младенцев. И надо отметить, что две категории граждан в обществе болеют аппендицитом редко. Дети до трёх лет и взрослые старше 60 лет. Это те возрастные категории, когда это встречается редко. Но тем не менее встречается. И мы должны тоже об этом помнить, что и у маленького ребёнка, и у пожилого человека острый аппендицит возможен. К сожалению, надо отметить, что в обществе сохраняется боязнь посещения врача в тех случаях, когда у ребёнка болит живот. Иногда люди пускают это на самотёк. Я не говорю про всех. Есть родители очень внимательные даже, которые... Тут же ведут к врачу. ...гиперопека, да. Но нередки случаи, когда у ребёнка живот болит несколько дней, неделю, и к хирургу приходят уже на поздних стадиях, когда уже возникли осложнения острого аппендицита. Ну, например, перитонит. Гнойный, да? Да. И такой ребёнок может представлять определённые сложности для лечения не с точки зрения хирургии даже, а с точки зрения общего состояния, поскольку у него могут уже быть реакции со стороны других органов. И мне хочется об этом сказать. Может быть, это звучит немножко страшно, но для родителей они должны понимать, что от острого аппендицита даже в наше время можно умерить. Да, и ребёнку, и взрослому. Поэтому мы не должны недооценивать это заболевание, хотя оно на слуху, оно... Вот про семечки расскажите. Все про него знают. Но семечки – это миф какой-то, да, о том, что люди, которые едят семечки, подвержены большему риску развития острого аппендицита. Конечно, это... Но есть всё-таки какой-то взаимосвязь между, может быть, неправильным питанием, что-то съел... Ну, у нас сейчас, правда, вся пища уже почти пластмассовая, да? Но, тем не менее, спровоцировал каким-то продуктом, и вдруг аппендицит начинается. Такое может быть? Нет таких научных доказательств? Вы знаете, скорее, наверное, есть опыт наш в том, что иногда причиной возникновения острого аппендицита могут быть инородные тела в аппендиксе. Ну, например, та же шелуха от семечек, скорлупа ореха, аскориды, то есть паразиты, которые вызывают глистную инвазию, вот, они иногда могут быть причиной возникновения острого аппендицита. Причиной возникновения остероаппендицита может быть какое-то вирусное заболевание. Например, ребёнок корью заболел. То есть увеличение реакции лимфоидной ткани со стороны брюшной полости в том числе может проявляться и развитием остероаппендицита. Иногда, даже в подавляющем большинстве случаев, явной предпосылки для развития заболевания её может не быть. И вдруг на тебе. Да, поэтому тут и в этих случаях мы можем, наверное, вправе говорить об анатомических особенностях. Есть дети, у которых аппендикс деформирован какими-то спайками. Из него мы можем предполагать, что есть чуть хуже отток. В этих ситуациях мы можем на операции видеть, что, скорее всего, причиной были какие-то анатомические особенности. Но, опять же, единой теории возникновения острого аппендицита её нет. Ну, везде написано о том, что появляется скаловый камень в просвете, который вызывает пролежние слизистые воспаления и так далее. Но это нечто процентное. Получается, что всё-таки есть какие-то сдерживающие факторы для человека, когда надо знать, надо помнить, что такое может произойти. И полезно эту информацию, естественно, всё время, чтобы она присутствовала. И я не зря же спросил, вот вроде как рудимент, и всё-таки природой же он там пока остался. Что-то вроде как исчезло, если верить в теорию Дарвина, да? Ну, по крайней мере, её взять. Теория Дарвина уже подвергается сомнениям очень давно. Если мы скажем, что мы из дельфинов вышли, есть и такая теория, то есть из мира подводного. Но я к тому, что... Сам Дарвин, кстати, извините, я вас перебью, сомневался в своей теории. Он говорил, что когда я смотрю на человеческий глаз, на его строение, я понимаю, что моя теория весьма сомнительна. Всё-таки рыба? Да. Нет, что глаз так сложно устроен, что он не мог возникнуть в процессе эволюции. Что это божественное творение всё-таки. Уже Дарвин даже это понимал. Как приятно с врачом поговорить. А сейчас мы всё больше и больше убеждаемся в том, что, наверное, всё-таки мы не от обезьяны произошли. А это хорошо или плохо? Ну, конечно, хорошо. Ну, с обезьяны это всё понятно. А если мы не знаем, от кого мы произошли, это же сложнее будет. В том числе, почему у нас обмедицит остался? Трудно же выяснить до конца. Для чего-то же он нужен. Аппендикс какую-то роль играет, я об этом сказал. Да, и у младенцев он играет немаловажную роль. Поэтому нельзя его недооценивать тоже. Функциональность какая-то есть. Но то, что он является причиной часто развивающихся хирургических заболеваний, тут сомнений нет. Кстати говоря, вы задали очень правильный вопрос насчёт питания. Потому что к нам поступает много детей с подозрением на острый аппендицит. Те, у кого болит живот. А болит он по другим причинам? Да, потому что дети посещают заведение фастфуда, употребляют. Маму можно спросить, например, у вас ребёнок соблюдает диету? Она говорит, ну, конечно, соблюдает. Ну, а вы едите, он ест, у вас кетчуп, майонез, чипсы. Ну, конечно, доктор. Ну, это же диете не мешает. То есть родители не всегда отдают себе отчёт, что те продукты немного агрессивные, которые может съесть взрослый человек, и не испытать никаких ощущений. В детском организме они могут достаточно быстро привести к развитию болевого синдрома и вызвать дискомфорт в жизни ребёнка. Любимая тема, вы прямо сейчас, мы выходим на опасную тумь. Мне кажется, надо отдельно поговорить нам о питании. Может быть, даже несколько врачей пригласить. Тема газировок всяких, которые, понятно, зарабатывают хорошие деньги на этом. И вроде как вкусные. Мы же помним это, да, разные, и отечественные, и сбежавшие, и оставшиеся. В общем, все они есть, работают, и даже акциз, и повышают там. Все под ним говорят, что это плохо, но народ по-прежнему пьёт. А уж дети как любят. Она действительно очень опасна. Конечно, она опасна. Я приведу вам пример из своей жизни, когда одна моя коллега много лет назад, мне почему-то это запомнилось. Я думаю, что если она меня увидит, она поймёт, о ком речь. Она положила молочный зуб своего внука или внучки в баночку с Кока-Колой, и он за неделю растворился. Ну, какое хорошее химическое средство. На детей это произвело впечатление. Ну, понятно, что это был молочный зуб, может быть, он был там какой-то небольшой. Но на детей, с её слов, это произвело такое впечатление, что они сказали, бабушка, мы больше это пить не будем. Да, наверное, вот такие примеры, они хороши. Конечно, риски есть. Мы же с вами помним курс химии, что растворение углекислого газа в воде приводит к образованию угольной кислоты. А у нас желудок сам вырабатывает кислоту соляную. Таким образом, мы искусственно повышаем кислотность дополнительно, создавая, конечно, неблагоприятный фактор риска. Ну, и мне кажется, что и врачи, мы уже в прошлый раз говорили, когда вы к нам приезжали, что это и врачи особенные. Вот пришло то время, когда у вас, и как у заведующего, а у нас медиков большой, как говорится, огромный цех, да, как говорили раньше. Давайте поздравим. Праздник, правда, уже вроде как завершился, но почему бы его не продлить, да? Конечно. Давайте поздравим и ваших коллег, и ваших пациентов всех. Прошу. Мне хотелось бы всем своим коллегам пожелать позитивного эмоционального настроя на работе, чтобы вы приходили туда с радостью, чтобы никогда для вас это не было такой тяжелой рутиной, чтобы вы не теряли желание оставаться в своей профессии и все время развивались, чтобы все время у вас был какой-то стимул для движения вперед. Ну, а пациентам я хочу пожелать, чтобы они поскорее выздоравливали, потому что совсем не болеть не получится, человек как устроен, да, 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 и тогда нам нечем будет заниматься, да, немного юмора давая. Вот, кстати, врачам иногда нужно дожелать этого. Да, вот, но, конечно, нам приятно, когда пациенты выздоравливают быстрее. Я желаю всем нашим пациентам и маленьким, и постарше, чтобы они болели недолго, чтобы они не уставали от больницы, и чтобы у них о нашем учреждении оставались только благостные впечатления. Спасибо. Ну, и пришло время назвать учреждение. Заведующий хирургическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства, кандидат медицинских наук, детский хирург высшей категории, детский уролог-андролог, детский онколог и главный внештатный специалист, детский хирург Минздрава Московской области Владимир Трунов был гостем нашей сегодняшней программы. Вас тоже с праздником. Спасибо, Николай. Хорошего настроения продолжать оставаться в таком же... Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!